Вам не радость, как река, а грязь, как река. Вам не сила, как река, а грязь, как река. Вам не сила, как река, а грязь, как река. Слава Богу, отец мы с вами сегодня, что если у нас есть Христос, то у нас есть жизнь, и сила, и радость. Господь, благодарю Тебя, что мы можем идти в этот мир и с уверенностью сказать, что сильнее тот, кто в нас, тем кто в этом мире, потому что в нас Христос, слава и чудеса, слава и чудеса. Господь, помоги нам понять это, что мы, мы-то самодостаточные во Христе, что если Христос в нас, кто может быть против нас? Если свет засиял, то тьма не объявит Него, мы слава и чудеса. Господь, мы просим сегодня, чтобы Ты дал нам это четкое понимание, что по определению вещей, по природе вещей, свет сильнее тьмы. И добро всегда сильнее зло, и Христос сильнее мир. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Мы благословляем Тебя, мы просим, чтобы Ты мой слава на всему, в Иисусе Христа. Аминь. Слава Богу, Слава Богу. Следующая часть, про я хочу с Вами говорить. Это я не простыл, у меня аллергия на горд. Она всегда проявляется. Плохо я переживаю Вашей химиотерапии. Хорошо. Есть одна история, которая нам известна. Из Священного Писания. Но, к сожалению, очень часто мы, потому что мы читаем Писание, и очень часто мы читаем его без внимания или уже как какой-то актуал, банальный. Мы иногда читаем, читаем, даже не обращаем внимания на слова, которые пишутся. Есть одна очень интересная история. Это Иван Леон 4, 13 по 16, 30, 39 стих. Можно сказать, 13 по 39 стих. Известна история, как Иисус у колодца с женщиной из Саварии. Саваритянская женщина. Знаете, эту историю мы знаем. Мы знаем эту историю, потому что... И мы знаем все события. Есть Иисус, есть женщина, есть ученики, есть город. Пришелье сели у колодца, который был за чертой города. Я не буду об этом сегодня говорить, но просто хочу, чтобы вы, когда посмотрели Писание, сделайте, подчеркните вот такую вот вещь. Для себя просто подчеркните. Как часто во всех Евангелиях, во всех четырех Евангелиях, во Фея Марка и Иоанна, как часто Иисус останавливается перед городом и не входит в него. Как часто Иисус идет в поселок, но не входит в деревья. Как часто Иисус идет в Юсалин, но возвращается и ночует в деревья. Интересно, что так себя вел Иисус, а мы сегодня идем по-другому. Ну, просто вот так. Ну, конечно, может быть, это ни о чем, какая разница. Ну, так просто может быть. Иисус сидел у колодца, у города, за чертой города. И его ученики пошли в народ, пошли в город, пошли искать хлеб, пошли искать подпитку для себя и для Христа, как они так думали. И выходит женщина, выходит женщина из города, да, она выходит, чтобы набрать воды. Интересно, что Иисус обещает ей живую воду, да, Иисус общается с ней и обещает, дает ей обещание живой воды, да. У нее есть несколько таких защит от Христа, да. Иисус он благовествовал ей, как мы все должны благовествовать. У него были отговорки, защиты, как у всех есть защиты против нас, да. Первая защита у этой женщины была социальная или национальная, да. Она говорила, знаете, как ты, что ты мужчина, во-первых, не, если что, ты мужчина, я женщина, мы не нужны, в принципе, как бы общаться, тем более одни, тут у колодца, за чертой города, все это смотрит не совсем хорошо. То, а тем более ты еврей, я собритянка, да, у вас ваш американский бог, у нас русский, там, что это вообще, да. У нас у него были определенные отговорки, да. Интересно, что Иисус говорит, если ты бы знал, кто с тобой общается, да, если бы ты только знала, кто с тобой разговаривал. Я есть тот, который вы ждете, я есть тот, который все ждут, язычники ждут, евреи ждут, смертянные ждут, и я тот, кого вы ждете. Второе общение, вторая одговорка, которая у него была, это была религиозная или традиция, да. Вы знаете, вы поклоняетесь в храме, мы поклоняемся на горе, наш крест имеет там три перекладины, какие-то, ну, твои, два, вот, у нас золотые купола, у вас их общение, да. У нас есть религиозные или традиционные, да. Интересно, что отвечает тебе Иисус? Говорит, ты вообще, ты вообще проститутка, ты вообще ходишь по мужикам, и ты еще будешь мне рассказывать про какие-то, какие горы, да. Ты, 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 ты вообще распугаясь, да, какие горы, да. Бог ищет тебя, кто будет поклоняться в духе и в истине, да. Какая гора, ты думаешь, что твоя гора, ты не спасешь, что ты уже там опознал всех мужиков, и там, и седьмой, кто тебя, даже и тот не может. Ты, гад, ты не спасешь, им нужна истину Божию в твоей жизни. Интересно, последняя, последняя отговорка, которая у нее есть, это часто, как нам говорят, когда хотят закрыть разговор, это философически отговорка, да. Да, у каждого вера своя. У каждого вера своя. Все-таки, ну, может быть, ты поклоняешься Богу, я поклоняюсь еще чему-то там, или нет. Кто знает? У каждого своя вера. Она говорит ему, кто знает, да, должен прийти Мессия, кто к нам все объяснит. А так, что будем спорить с тобой? Что нам с тобой спорить здесь? Придет Мессия, он нам все объяснит. Кто знает, у каждого вера своя, философия. Кто знает? Иисус задает три вопроса. Кто знает? Я знаю. Я есть он. Интересно, в этом разговоре с ней, он предлагает ей две вещи. Он говорит, я могу дать тебе воду, чтобы ты больше не хотела пить, я могу дать тебе хлеб. Интересно, она в середине своей разговора, она задает этот вопрос. Она говорит, ну, дай мне эту воду. Дай мне этот хлеб, чтобы я не лакал больше, чтобы я не жаловала больше. Дай мне его. Когда ученики Иисуса вернулись из города, они принесли с собой городской хлеб. Иисус, конечно, будучи хорошим неревенским парнем, оказался его губной чуть-чуть. Они принесли ему хлеб. Иисус говорит, у меня уже есть пища, я уже наелся. Я нашел хлеб вне города. Они усынились, кто его тут мог накормить. И они говорят, да не об этом, я хочу вам здесь сказать. Моя еда, мой хлеб, есть творить воли Отца. Какая воля? Иоанн 16, 17. И вот так забил Бог мир, что Он и Сын Свою и Недорогу, да всякие верующие, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Бог не послал Своего Сына в мир судить меня, но чтобы мир был спасен через Него. Вот это вот есть воля Отца. Вот это вот есть воля Отца. Жатва приспела. Иисус говорит, я послал вас трудиться, сжать над чем вы не трудились. Другие же трудились, другие таскали гробы, другие перетерпели муческий смерть, другие по 20 лет сидели в термок, другие... Вы не дадите Ему змею, да? Вы, если вы злые, знаете, как говорят, добрые дары своим детям, что когда ребенок просит хлеб, даешь ему хлеб, да? То неужели Отец ваш небесный не даст вам? И вот эта женщина, как ребенок, она просит у него, Иисус, дай мне воды. Вы никогда не обращали внимание, как странно это выглядело. Дай мне воды. Что Иисус ей говорит? Вот здесь 4 глава. Что Он ей говорит? Иди пригласи мужа. Иди расскажи мужу. Иисус тебе переводил стрелы. Иисус не давал ей камень вместе хлеба, Он не давал ей змею вместе рыбы. Иисус, я хочу вот эту вечную воды. Да, я тебе дам. Иди расскажи мужу. Это не было перевод стрел. Что это было? Что является твоей едой? Что является твоим духовным пищей и питьем? Пробовали? Служение? Хорошее громкое прославление? Библийская школа? Не обращайся. Не обращайся. Только делая, будет кормить твою душу. Только делая дела на Царство Небесе, кормить твою душу. Церковная жизнь и христианство, и царство, она не здесь, в этом зале. Она запределая этого зала. Мы здесь не получаем никакую еду. Мы здесь получаем и еду. И потом выбираем, что... Да, мы с мертвым делом. И пошел кушать. Да. Пошел дело-дела. Не обращайся. Только в дела, только в исполнении Слова Божия есть пища. Иисус говорит, пища моя творит воля Отца. И он, второй Адам, в чьи образ и подобие всем он создан. Наша еда тоже является делом воли Отца. Вы когда-нибудь чувствовали себя? Вы знаете, что это состояние, да? Когда пришел в церковь, первый раз, слезы и покаяния, новая жизнь со Христом, все здорово. Пять лет, уже начинаешь видеть захулисную политическую жизнь в церкви. Десять лет, уже приелось. Пятнадцать лет, стул под тобой уже принял определенная форма. Там вообще никто не может сесть, потому что неудобно. смотришь на свою жизнь, на свою духовную жизнь и чувствуешь, есть какой-то голод. Ты смотришь на свою духовную жизнь и ты чувствуешь, что есть какая-то сухость. ты чувствуешь, что духовно ты атрофировался, ты чувствуешь, что ты не способен сделать десятую часть того, что ты был способен делать 10 лет назад если чревы должны течь в реке живой воды, а там вообще ничего нету, даже капли не то, что река ты голден ты хочешь пить еда там вода там иди делай не обращайся Иисус дал великое поручение Иисус поручил Его ученикам продолжить работу строительства Царств Небес Он обещал я ему зачитаю от Матфея, от Марка поручение, также в первой главе Деяния, Он обещал поддерживать их работу Интересно, что один из определяющих факторов быть учеником Иисуса это делать ученики Ты не можешь быть христианином если ты не делаешь учеников Это по определению есть один из определяющих факторов жизни христианина если ты не имеешь какого-то понимания об этом в своей жизни твое христианство никогда не выйдет из инфантильного стаина есть определенная естественная прогрессия в великом поручении то есть во-первых быть учеником это значит делать ученики также есть определенная естественная прогрессия из Иерусалима в Иудее в Самаре это краем земли то есть они находились в Иерусалиме были свидетелями в Иерусалиме это был так сказать эпицентр точка отрыва пень Пятидесятица вышли за пределы Иерусалима в Иудее это их область или район который окружал Иерусалим в Самаре за пределы их края но находился в один политический зон с ними вместе и потом после этого до края земли это естественная прогрессия которая была у Иисуса самое главное здесь что я хочу чтобы вы подметили здесь это с точки зрения Иудея с точки зрения 12 учеников Христова с точки зрения тех мужчин которые обрисованы в Иерусалим Иерусалим это был пик их социального строя это было выше некуда это был самый 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 высокий это все евреи совершали полномочий сто раз в год Иерусалим из-за всей земли старались из россияных евреев переезжать в Иерусалим молились следующий год в Иерусалиме все молились в сторону Иерусалима Иерусалим был эпицентром их религиозной жизни Иерусалим был я не знаю какой вы там думаете какая там церковь или какое там место для вас является в ряд богемов или не знаю может быть кто-то там бэфл в рейде эпицентром Иерусалим или еще что-то я не знаю что именно ваше ассоциальное мышление является эпицентром как они там служить в Москве я не знаю но они уже так были поймите они были в храме они молились каждый день на Соломон в Соломоновом Творе они были в эпицентре Иисус по определению говорил по большому причинту две вещи миссионерство или быть христианином особенно быть миссионером первое значит делать ученики и второе по определению это значит идти вниз по социальной лестнице да не использовать миссии чтобы идти вверх по социальной лестнице но ты идешь вниз служить тем кто нуждается да Иерусалим совсем верующие люди совсем святые совсем это вообще пик да здесь про бога поехали иудеи там конечно набрежно в каждом поселке псевдагога но все-таки Иерусалим да в Самаре это вообще полукровки какие-то вообще они вообще можно мы их сожжем как они ученики Иисуса сказали будем молиться за них чтобы они сгорели к самолетятем и к язычникам да в то время как молились да было благословение которое они молились каждый день и благодарение список говорит Господи я буду тебе что я не родился женщиной прокаженной скрипым или безучником да иди на краем земли да здесь такая натуральная прогрессия христианская миссия вы знаете я не отгоняй если здесь кто-то из этих таких типов есть я прошу но в России есть некая такая очень интересная речь да это пастор 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 Бог мне Бог 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 пастор не не агентство Горячьих Туров Бог Бог проговорил мне что я должен ехать в Майами служить потерянным американцам да да поближе к пляжу там столько много я не думаю не гонил же короче что это тебе не Бог говорить а что-то другое понимаешь что но если ты хочешь эмигрировать и просто греть свое одно место то грей ее кто тебе запрещает не прикрывайся это что либо это когда не сидя что теперь понимаете ну емки палки в конце концов вот это это очень я хочу конечно я не говорю что Бог тебе не может отправить служить в Америке да вот Бог конечно может но 99 99 99 99 9 это твое одно место ане бог Я же выбрал свое кресло, а он, видимо, косырый. Но это нужно понять здесь, это вот очень важно. Надоело мне слышать божественных призывов от русских христиан, которые полностью соответствуют с десяткой стран, куда отправляют горящую куру. Надоело мне это! Понимаете? Если кто-то тянет куру, он едет в миссию по определению – это жертва. Мы не ищем жертву, но это определение – жертва. Американцу тяжело приехать в Россию социально, и мы не будем опустить никого. Так она и есть. Это жертва. Можно посмотреть на количество иммиграций. Американцы не иммигрируют в России, это происходит наоборот. Значит, куда нам бы хорошо поехать, как русские? Может, Китай, может быть, к Чокову, Узбекистану. А мы с тобой поработаем немножко над своим мышлением, чтобы уж смотреть на них, как на людей. Да вот. Да вот. Да? Да? Я туда бы не поехал. Там опасно. Ну, да! Это и есть. Это мы можем прочитать. Это дело-то не совсем, как сказать, безопасное. Там же люди дикие, да? Они могут убить ваши кости, сжечь шваски, вашу ногу, зарезать ваши на коня. Я в курсе. Там люди очень дикие. Это бывает. Хорошо. Я просто хотел небольшая ставка. Это даже я пошел в лес по полдравам, не по своим заметкам, но это важно для меня. Потому что я, опять же, не против иммиграции. Если кто-то хочет ехать куда-то, искать себе более теплое место под солнцем, это является естественным человеческим побуждением. Делай это. Слава Богу. Да? Ну, не прикрывайся с какими-то там супердуховными, какими-то лозами. Просто будь честным. Да? Я хочу, там, в лес, в России, в среднем зарабатываю, там, x-сумму, в стране, куда я поеду зарабатываю, x-сумму может на 3. Ну, просто. Будь честным. Вот и все. Хотя бы это. Миссионерство является нормальной частью жизни каждого христианина. Это то, что я хочу, чтобы мы тоже как бы подчеркнули здесь. Очень важно не создавать миссионерство в какой-то герметичной упаковке. Да? Очень важно, чтобы мы не говорили, что вот есть христиане, а вот есть миссионеры. Вот есть служители, а есть вот эти заделки-грелки. Да? Да? То есть, это очень важно, чтобы мы этого не делали. Очень, когда мы откатываем миссии в сторону и говорим, вот есть определенные люди, а они миссионеры. Да? Это на самом деле очень опасно, да? Почему это опасно? Потому что это опасно для тех, кто едет на миссии. Да? А, это опасно для тех, которые не ездят на миссии. Это опасно для тех, которые не ездят на миссии. Они говорят, ну у нас же есть миссионер в церкви. Значит все, галочка поставлена, миссия закрыта, закончена, все слава Богу. Мы его отправили, мы сделали свое дело, мы заплатили свою дань, все хорошо. Вот, это сделано. Это очень опасно. Второе, это опасно для тех людей, которые ездят на миссии. Мы какие-то особые, особый разряд людей. Человек, который преследует миссионерское служение, это не освобождает его от спасенервной, нормальной христианской облигации или принципов нравственности и т.д. Есть ли вообще, что ты можешь сказать о миссионерстве или о служителе, это то, что твоя позиция как миссионер, как служитель, наоборот требует больше от тебя. Нет, не меньше. Иван говорит, Иакова, 3 глава, 1 стих. Те, кто служит, имеют больше, как сказать, спрос с них. Те, кто что-то делает. Видимо. Но очень важно здесь, чтобы вы понимали это, потому что очень часто не все миссионеры, только те, которые имеют особое призвание. А теперь у меня есть это особое призвание, значит мне нужно принести в семью, идти в жертву, потому что это же я особенный, я могу их бросить. Дети могут не видеть отца, жена может не видеть мужа, я могу быть христианским вахтовщиком, ездить по многим детям на христианской вахте. Семья Патадарь, семья Патадарь, семья Патадарь, но я, уууу, служил Богу, да? Это проклятие. Вахта вообще не проклятие, в принципе. Какая бы родиво христианская или иная, это проклятие. Если ты как муж на вахте покайся, вернись в свою семью. Не веришь мне, прочитаю последнюю главу, последнего пророка старого завета. Мы очень любим его цитируют в плане иститива, но очень не любим его цитируют в плане иститива. Я пошлю своего пророка при лицом своим, приготовить путь передо мной, обратить сердца отцов к своими детям и детям отцы. Если нет, пришли проклятие. Отцы, в вашей жизни вы чувствуете проклятие? Ваша семья под стресс? Может быть, ты просто не обращаешь в свое сердце к своим детям, к своей жене? И Бог проклинает тебя. Если на вахте, пока нет. Окей. Есть те, которые призваны. Я не могу здесь говорить, что нет никакого особого призвания ехать к миссионерам. Я хотел вам это сказать. Есть те, которые имеют призвание. Но это не является природой вещей, а степей. Кто-то призван быть миссионером здесь, в Константинском. Кто-то призван быть миссионером в своем подъезде. Кто-то призван быть миссионером на своей работе. Кто-то призван оставить это и быть миссионером в Hosem. в городе, в соседних поселках, кто-то призвал ехать в другую страну. Это только степень призвания, а не природа. Это очень важно. Иисус дал великое поручение раз и навсегда всему церкви, и это Твоя поручение, как Моя, равносильно. Только степень отличается, а не природа. Всех христианам дано поручение. Некоторым христианам дано это поручение, как полувременная работа, как служителей церкви. Некоторым христианам дано это, как поручение и во времени, и в географии. Это то, что мы называем миссионером. По природе это одно и то же, это только вопрос степени. Бог также обещал в Евангелии от Матфея, Марка и первая глава Деяния дать особое оружие. Он говорил, вы будете Мои свидетелями, идите во Великимирь, благовествуйте, делайте ученики. Мусорим, Самара, это край земли. И вот эти знамения последуют. Он перечисляет определенный список духовного оружия, которое он будет давать своим ученикам, которые будут идти. Интересно, очень часто мы в современном церкви задаем себе такой вопрос, что почему мы не видим чудеса, почему мы не видим таких мощных проявлений Бога, как Деяния. И мы слышим про то, что там где-то в церкви, там есть какие-то... И мы устраиваем катестантские паломничества туда, там проявление Духа, там проявление Духа, бегаем по всему миру, ищем эти проявления. Хотя Иисус говорит, что проявления будут, они последуют за тем, которые пойдут в Иерусалим, в Самаре, до краев земли, и за них последуют. Да? Ты хочешь увидеть чудеса в своей жизни, начни идти. Да? Ты хочешь увидеть силу Божию в своей жизни, начинай выполнять поручения, и оружие придет. Да? Если ты хочешь летать на истребителя, тебе нужно, как сказать, идти для присягу и присоединиться к военным силам России. Да? Есть истребитель в природе, есть там танк, но тебе никто его не даст, если ты на гражданке. Понимаете, да? Иногда будет, как христианин, немножко пополадный. Да? Я хочу чудеса, я хочу посупку, я хочу истребитель. Давай, хорошо! Я хочу сидеть здесь, в царе, и ничего не делать, и видеть много чудес. Вы думаете, что Бог тупее Путина, что ли? Я не знаю, вроде как бы идет подрастающий, хотя бы, но иногда будет так, очень смешно. Поэтому, в конце концов, в конце концов, тебе не нужен камбайн в городе, да? Какие-то гражданки люди, которые находятся на гражданке, им не дают в той аэтоцентр танк, поэтому это нужно понимать. Это очень важно, да? Я не скажу, что я каждый день в своей жизни вижу там величайшие чудес, но я видел исцеление, я видел у Господня Бога какие-то такие чудеса в моей жизни. Я знаю, что это происходит, когда мы идем, когда мы благовествуем. Чем больше ты благовествуешь, тем больше ты уможешься за грешников, тем больше ты пророчествуешь жизни не верующих людей, а не верующих, да? Тем больше Бог будет проявлять свою силу. Это правда. Хорошо. Интересно, у нас есть разные мотивации, да? Разная мотивация христианская, да? Христианская, я тут чуть-чуть посмотрю. Я тут влез-то по дровам, чтобы время у нас было. Время вообще нет. Хорошо. Время постараемся побыстрее. Если я чуть-чуть вас задержу, я надеюсь, что у меня нет проблем. Хотя церкви Назарет, что может быть доброго без Назарета, кто вас знает? Я специально приглядывался, что когда он заходил в церковь, вроде-нибудь виктором сказал, нет, он их портал. Поэтому хотел бы в этом славу. Хорошо. Есть такое понятие в Писании, как похоть. Похоть напротив нужд. Христиане, мы должны быть движимы любовью и хотя бы как минимум нуждами. Мир он движен эгоцентричностью или похотьями, да? И это очень важно. Какая твоя мотивация, если ты хочешь поехать на миссионерство, да? Ты хочешь поехать на миссионерство, чтобы иметь такое, как некоторые называют, это христианская пенсия, да? Вот, я буду поддерживать, да? Это как мой брат и его рисовые христиане, да? Всего там много служителей, пока выдавали рис. Как только представлены, выдавали белый рис, так пропали служителя. Интересно, это иногда так тоже здесь, да? Миссионеры идут, где есть нужда, да? Они идут, запомнят какую-то нужду, да? Они идут ответить на чей-то нужду, а не ответят на свою собственную нужду, да? Они идут отвечать на нужду. Понятно, у нас есть нужда, понятно, нам нужно как мог, есть. И поэтому, естественно, мы обрабатываем себя. Но цель, исловная мотивация, да? Ответить на чей-то нужду, не восполнить свои хихи-то нужды, не иметь похоть, да? Мы не хотим для себя сделать...